Доброго времени суток, зрители и подписчики, механайз здесь, дамы и господа, сэры и сырунии, спешу поздравить вас с наступившим 2019 годом. Лучше поздно, чем никогда, согласитесь, и в наш мрачный мир мы добавим воздушный шарик и добавим незаменимую вещь антураж нового года, елочку, веточку, ели, сосны, вот сюда, отлично, так гораздо лучше. Мы посмотрим сегодня, чтобы скрасить вот это небольшое новогоднее затишье, посмотрим один реплей, который был в прошлом году, старье вам предлагаю, старье, прошлогоднее реплей, прошлогоднее реплей я вам впариваю, но чтобы как-то скрасить суровое будни, небольшое затишье, мы посмотрим реплей 3х3. Карта Ван Дея, игроки все разношерстные, орг, Ксифонти, Евген, Дюк Тайли, Страйн Татт и ваш скромный слуга Зиро Талеранс, нулевая терпимость. Орк, космодесант и космодесант. Некроны на Ван Дея, Эльдары и еще некроны на Ван Дея, посмотрите, все видите собственными глазами. Зиро Талеранс, замочи его, то есть орк, вот этот господин, сразу же пишет, кому он пишет своим союзникам, чтобы меня немедленно убили. И выполняет функцию Раша, Скоробей, постройка, наверное, Турели у него здесь будет. Да не наверное, я-то знаю, я уже точно знаю. Победа двух некронов и Эльдара была бы стопроцентной легкой, если бы не Эльдар. Но об этом чуть позже. Некроны выполняют развитие. Карта маленькая, НВшки после трех Скоробеев, и затем еще два Скоробея, затем Лорд. НВшки ранние, чтобы на случай Раша какого-нибудь вражеского, они выполнили защиту. Турель до точки, можно было построить ее чуть-чуть ближе. К примеру, я бы начал ее строить чуть ближе. Ну ладно, где начал строить Орк, там начал строить Орк. Это уже вопрос к нему. Делает два капера Эльдар на этой карте и идет в двух рипов. Зачем тебе два капера, мой юный друг? Зачем? У тебя всего две точки. Ну ладно. И Скоробеи теперь скромно дожидаются, когда же точка будет захвачена. Но Командор и космодесантники уже отгоняют Скоробеев. Командор просто в наглую трайн-тат один на один. Он просто врывается под турель, за рипами пробегает и отстреливает рипцов Эльдара. Наброс точки. Орк опоздал. Орк, Некрон, опоздал. Прогоняют риперов. Плазменный пистолет. На этой карте можно было легко очень зарашить этого космодесантника. Следует учесть, что трайн-тат один на один очень-очень опытный, очень скилловый игрок. Турель. Порт моего мэка прямо под турель, и чтобы сломать ее, помочь, немедленно помочь Командору и десантникам. Скоробеи вычиниваются. Рипы. Две пачки рипов, но рипы не контрятся, посмотрите. Посмотрите на этого Эльдара. Рипцы не контрятся. Скоробеи убиваются. Турель ломается. Мэк бьется, и Мэк убегает. Второй Командор знаменует кончину этой турели. Подошли мои шуты, и мы отбиваемся от этой турели, и чувствуем себя превосходно. С нижней стороны еще одна турель, уже от Кси и Фонти. Фонти. Фоу. Фоу. Фоунти. И подошли НВ-варриоры. Здесь НВ-шкилорка отдаются, потому что у него еще нет порта. Здесь НЛ. И Космодесантник Трайн Тат 1 на 1 находится между двух Некронов. И мы бегаем вверх-вниз. Отбиваемся от этих напастей. Свежеватели. Турель. НВ и Лорд Некронов. Здесь начинает, наконец-то, расстрел Эльдара своими дальнобойными рипами. Если бы он сейчас пробежал сюда. Пробежал сюда рипцами. Встал бы здесь. Стал бы сливать Космодесантника. Стал бы сливать Мэк Шутов. И... Игра бы закончилась очень быстро. Но Эльдар стоит. У него две пачки рипов. Он стоит и ломает точку. Пробеги сюда. Пробеги сюда. Начни убивать Космодесантника. Начни убивать моих Шутов. Но нет же. Нет. Игра бы закончилась уже. Просто взять и закончить игру. Но игра продолжается. И мы бегаем. Отбиваемся от турелей. И получается, что мы играем втроем против одного Некрона. Втроем против другого Некрона и Эльдара. Здесь ломаем турель, которая построена. А здесь Эльдар пробегает. Точку снимает. И начинает ломать Казарму. Два рипца. 70 прирост у орка. Крит так и не берется ни одним из корабеев. Орку нужно было взять Крит, чтобы повысить себе лимит. И повысить себе скорость. Сдвиг. Но турель все-таки ломается. И уже два Некрон Лорда гоняются за моими Шутами. Пятая минута доходит. Я заказываю БШ. Очень удобно против Некрона. БШ на Т1, Т2. Шикарно входит. Биг Шута против Некронов. Как играть против Некрона? За орка. Два БШ. А можно и без БШ. А потом сделать 3, 4, 5 штурмовиков. И Некрон умрет. Умрут его свыживатели. Умрут его НВшки. Это все тестилось. Это все проверялось. Оказывают давление с этой стороны Эльдар и Некрон. Некрон уже здесь. Орк. Два Некрон Лорда. И тихонечко-тихонечко БШ начинают уже отгонять-отгонять двух этих Некронов. Орк передислоцируется обратно на свой фланг. И начинает ломать генераторы. Мы, как дурачки, бежим снова, снова вверх. Отбиваться. Посмотрите, как играет Райан Тадо один на один. Он не делает десантников. Он не делает снайперов. Он сделал одного командора и делает теперь капеллана. В принципе, это и логично. Зачем ему вкачивать войска на такой маленькой карте на двух точках? Он просто идет в трех героях. Это все логично. Это все правильно. Подпрыгивает Лор и тут же получает отброс от ФК. Портует шутами и отгоняем-отгоняем всю эту армию. Как только мы уходим наверх, Некрон снизу начинает атаку. Третий герой. Трантат один на один. Т2 идет. Орк. Ломает точку. Нижний Некрон. Здесь я пытаюсь настреливать этого неопытного Эльдара. Но мне мешает Форсира. Возле ЛП стоя пишет Орк Эльдару. Но этот Эльдар, он никого не слушает и предпочитает действовать самостоятельно. Бросается Майн Шторм на моего Мэка, но он убегает. Грейджные НВшки оставляют космодесантика абсолютно без точек и без прироста. Прирост 32 главка и вот эта точка. Сейчас будет 20. А, у него еще и Крит. 26. Некрон гоняется за моими шутами. Я цепляю Мэка, отсоединяю шутов. Пытаюсь стрелять и Мэком, и Шутами. Сбросить с себя Орка. Орк удаляется. Один НЛ мог завязать, оттеснить двух моих шутов и Мэка. Просто отодвинуть в сторону. Один всего лишь НЛ из-за своих очень мобильных. Портов. Стоим. Стоим в глухой обороне. Космодесантник. Две пачки десантников. Три героя от Райна. И две пачки шутов от меня. Подошел в упор к Рипам. Начинаю их расстрелять. Отдаются. Отдаются Рипы. Отдаются Рипы. Он все еще Т1. Умирает. Забивают рукопашную три героя Лорда Некрона. Рипцы просто отдаются. Не контролятся абсолютно. Абсолютно не контролятся. Казарма была снесена. И здесь Некрон начинает давление на Трайна Тат 1 на 1. Просто входит на базу и начинает его ломать. Но десантник Дюктеля с утиной истории с плазмой накачивает плазму и начинает сливать НВ-шек. Возвращаются и три героя. Возвращаюсь и я. Нет слаженности в верхней левой команде. Слаженности нет. Они нападают по очереди. Сверху, снизу, сверху, снизу. Если бы нападение было одновременно, нас могли бы просто раздавить. Но мы уже проговорили с вами, когда нас могли раздавить. Если бы Эльдар выполнял контроль своих войск, чуть-чуть лучше. Что мы имеем? Прирост у космодесанта. Духи от Орка, которые очень здорово подпортят жизнь. Прирост 130 у Орка и 2 Монолита. 130 и 2 Монолита. Он уже может составить очень сильную проблему нам. Уже 2 Монолита. Начать конвейер спам духов. Неимоверный спам духов. Из одного духи, из другого Дестры. Плюс Энел. Но он этого не делает. Он не делает. И посмотрите. Три героя космодесанта. Три героя космодесанта. Негрейженные. У них только добавлены плазменные пистолеты и оружие ближнего боя. Сейчас раздавят вот эту всю армию Некронов. Хоть она и небольшая. Но они уничтожат вот эти. Три кое-каких полумертвых пака. Вместе с Энелом. Энел уже просто стоит в стороне. Он понимает, что ему ничего не светит. Посмотрите. Библиарий Капеллан и Командор неегрейженные сливают армию Некрона. Здесь идет возня убегания от духов. Один Некрон Лор также гоняется за двумя пачками космодесантниками. Три героя просто поддавливают, раздавливают Некрона полностью и бесповоротно. Духи вяжут. Пытаюсь, пытался выцепить на рукопашную духа, чтобы он дрался с Нобом. Но слишком побитые шуты дух их будет ваншотить, убивать сразу же. Поэтому я с ним не связывался рукопашную. Эльдар. Эльдар все еще Т1. Посмотрите. Все еще Т1 Эльдар. В этом поражение было верхней команды. Ой, я проспойлерил, да? Я проспойлерил. Какая незадача. Капеллан побитый в стороне. Ломает точки, снимает лимит. Духи, духи. Орк, орк. Посмотрите. 162 прирост. 162 дестри и дестри. Но тебе не хватает точек. Орк взял. Молодец. Молодец, орк взял. Можно было сейчас орку с корабеем проехать и декапить вот этот крит. Просто в наглую. И захватывать этот крит, орк. У тебя же стоят корабеи. Раз, два, три. Направь этих корабеев. Один едет сюда. Второй едет сюда. А третьего направь сюда, орк. Это же не сложно, правда? Два дестра. И духи. Плюс Эльдар. Отлично. Я в этот момент понимаю, что здесь я не хочу возиться и иду на помощь трем героям космодесанта. Орк идет на помощь трем героям космодесанта. Пусть синенький десантик умирает от орка и Эльдара. Пусть. Но мы хотя бы нагадим этому Эльдару. Вот такие у меня были мысли в тот момент. Вот такие мысли. Нагадим этому Некрону. Пусть. Пусть здесь Эльдар. Эльдар и Некрон выполняют ужасы и кошмары на этих двух десантников на базе. Орк. Орк очень сильно помогает тремя свежевателями. Но ему не нужны были свежеватели. Дестройеры и духи. Духи и дестройеры. Наконец-то подходит. Подводит мой. Подъезжает мой орковоз. Кто это у нас Ксифонти? Выполняет воскрешение. Воскрешение солдат. Зачем? Дестройеры убивают рабов. Пытается орк бить главку. Зачем? Орк. Зачем? Ломай библиарню. Ломай казарму. Ломай орбитальную станцию. Здесь Ксифонтиз поддержится. Какое-то время он еще поддержится. Тем более ты уже слил того десантника. Орк. 162. Но лимит полон. Лимит полон. Высаживай. Высаживай и разбирай Трайна. Высаживай и разбирай, мой друг. Забери крит. Забери крит. Забери второй крит. Орк. Это даст тебе лимит. Танк бусты. Ну где же твои духи? Ну где же духи? Ну где же твои духи? Ломает генераторы. Что даст потери генераторы Трайну? Да ничего толком. Терминаторы. Отстреливаю, отстреливаю заблудивших свежевателей кое-как. И решаю проехать на базу к Некрону. Попытаться ломать ему последние генераторы. Ломать ему систему пробуждения. Здесь сливают дестеров. Наконец-то пошли темпосты от утиных историй. Вот этот Некрон, вот с таким приростом и двумя монолитами, он уже мог пронести здесь и космодесанта Трайна, и вот этого космодесанта. Он уже мог затащить эту игру. Уже мог затащить. Забрав оба крита. И начав производство конвейера духов и дестеров. Бесконечного конвейера духи и дестеры. Сделать пачку антитехо, например. Уже сделано, уже сделано. Ты уже почти победил. Микри этим дестройером, приятель. Микри. Будь может он растерялся. Все может быть. Вижу, что очень сильное давление идет на нашем фланге. И принимаю решение въехать прямо к Некрону Корку на базу, которая, главное, здесь сила. И как-то попытаться его отвлечь. Как-то отвлечь его от нашего нападения и снимать ему точки. Снимать ему лимит. Приходит Эльдар, он все еще Т1. 15 минут позади, а Эльдар все еще Т1. Вот он, Евген 0601. Сделал невидимость. И турель. Т2 тебе нужно, мой друг. Т2. Побыстрее Т2. За Эльдара. Сажать своих хребцов в сокол и сделать им оптику и броню. Это пока все, что тебе нужно делать. И теперь я врезаюсь в тыл, и мы начинаем сливать армию. Ксифонти. И Орка. Мы начинаем последний решающий слив армии Некронов. Могли выиграть Некроны. Легчайшее. Легчайшее. Был момент в середине, когда Орк мог просто раздавить. Орк Некрон просто раздавить конвейер духов. Забрав оба крита. Оба крита так ненавязчиво забрав. И в слаженной работе мог просто уничтожить. Двух десантников. Легчайшее. Но, но к сожалению. К сожалению вышло то, что вышло. Теперь же делаются баньши. Теперь дело времени, дело техники. Дело времени, дело техники. В таких играх я на месте верхней левой команды, я бы уже покидал игру. Называть это как хотите. Слабоволием, нетерпением, неумением тащить. Но посмотрите сами. Игра проиграна. Эльдар Т1. Орк уже катается. Есть три бури. И космодесант уже с терминаторами. А Эльдар Т1. Шансы были, безусловно. Я в таких играх уже покидаю. Покидаю игру. Пишу ГГГАЙС. Раньше писал ГГНУПС. Теперь я пишу ГГГАЙС. Хоть какое-то разнообразие. Возвращаемся к нашим баранам. В новом году я вам, ребята, желаю исполнения ваших желаний. Ваших чаяний, надежд. И прочих ваших мыслей. Создана группа. Группа ВКонтакте. Ссылка в описании. Где я буду выкладывать неудачные дубли, нарезки. Какие-то мои фейлы, затупы и прочее. Буду выкладывать новости, информацию по грядущим видео. Какие-то голосования, например. Что нужно, что не нужно. По кому сделать, по кому не сделать. Это проще, чем делать отдельное видео на Ютубе. И какое-то новостное видео на Ютубе. То есть там, вот там, хэй, ребята, там. Скоро будет стрим, там. Такого-то, такого числа. Нет. Просто новость. Новость в группе ВКонтакте. Там вот такого-то числа. Может будет, может нет. Ребята, как вы подтянетесь, соберетесь. Это проще. Вступайте в группу, подписывайтесь. Голосование. И что меня интересует. Я столкнулся с одной интересной вещью. Делать ли мне видео по багам. Безусловно, это очень интересная тема. Там можно прилично порассуждать на эту тему. Просуждать. Просто порассуждать, черт возьми. Поговорить, обсудить. И столкнулись с такой темой. А не надо делать видео по багам. Не надо. Так вот, я не знаю, ребята, как быть. Я сделал голосование. Посмотрите. Посмотрите, проголосуйте. Надо делать или не надо. Видео по багам. А то получится, что заявленная сумма набирается. А видео сделано не будет. Поэтому как быть? Вот как быть? Я в легком замешательстве. Мне нужна ваша помощь, господа. Мне нужна ваша помощь. Игра заканчивается. Игра заканчивается. Вы все видите. Наблюдаете сами. Наблюдаете сами. Я себе сделал новогодний подарок. Это я купил себе джойстик. Моя давнишняя мечта. В категории цена-качество лучший, наверное, проводной джойстик будет Logitech F310. Я вам его настоятельно рекомендую. Если вы любитель 2D-платформеров, эмуляторов, как я, Дэнди Сега, навеяло мне мои топы лучших игр Дэнди Сега, навеяли мне купить все-таки джойстик Logitech F310. Проводной джойстик. И я теперь с большим удовольствием играю в игру. Когда-то я пытался делать прохождение. Hello Night. Про пустого рыцаря. 2D-платформер. Необычайно хардкорен. Теперь с новым джойстиком я чувствую себя прекрасно. И получаю огромное удовольствие от игры. Может быть, я даже эту игру и постремлю мои прохождения. Попытки смерти. Фейлы. Невероятно атмосферная игра. И я также пробовал играть в игру Ори. И Блинд Форест. Слепой лес. Также 2D-платформер. Эти 2D-платформера невероятно атмосферные и необычайные. В ближайшее время планирую сделать по ним какие-то видео, стримы и прочее. Разбавим, разбавим. Суровый мир. Вархаммера 40 тысяч. Посмотрите, кстати, все еще держится. Держится. На одном лишь орке. Один орк держит дестрами, духами. Один лишь орк. И парень. Так, дорогой мой друг, почему ты раньше этого не сделал? Почему ты раньше не делал эти дестры? Как хорошо ты отбиваешься. Как хорошо ты отбиваешься. Но есть еще один факт. Мы уже чувствуем победу и не оказываем должного давления. Не оказываем должного давления. Ксифонте пишет, вау, гг. Гг, ребята. Я тоже скажу гг. Начало было жестким. Вот это давление было начальное. Мне пришлось помигрить, насколько я мог. Мне пришлось помигрить. Теперь же некрон ломается. Дестры ездят, сливаются. Духи, духи, дес. Эх, орк. Эх, орк. Может быть, ты когда-нибудь увидишь это видео и отметишь для себя то, что я тебе писал. Евген, ты днище, как и сказали. Евген был Альдар. Подписывайтесь на мой канал, друзья. Оставляйте лайки, пожелания. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Продолжаем общение там. Удачи вам в новом году. Не болейте. Механайз.